У нас был тренер из Румынии, мы пригласили, когда подготовились на Лондонском олимпиаде. Но, честно сказать, мы, вот так если мы возьмем, все тренерские навыки, которыми он занимался, да, очень были грамотные, очень были такие там наставленные. Да, у нас в тот момент боролись Назаряна Армен и Дортьяна Армен, мы прибили его олимпийскими участниками. Да, вот как раз он хорошо как-то наставлен нашим этим спортсменам свои тренерские навыки. После олимпиады он уехал уже вот как-то из Румынии. Ну, наши спортсмены уже, можно сказать, уже ишли из спорта. Я просто принял решение, чтобы наших этих чемпионов Европы остались нашей страны, чтобы они сами уже занимались тренерскими работами, потому что они не ушли от спорта, они чтобы оставались здесь. Передавали опыт, да? Да, и поэтому я поменял наш тренерский состав и наших этих чемпионов Европы, чемпионов призеров Европы, оставил в команде нашего страны. То есть я им давал весь юношеский, молодежный и европейский команды и сказал, вот ребят, давайте, вы сами занимались, вы сами чемпионы, вы сами уже много человек знаете, вы сами уже с тренерами работали. Я хочу, чтобы вы оставались в дюдо в нашей стране и давали ваш опыт наших детей. Они очень, ну, они согласились на это и говорят, вот там, конечно, мы тоже любим дюдо, мы отсюда тоже никак, мы не сможем отходить, потому что это наша тоже жизнь. И мы создали такой тренерский состав, собрать тех спортсменов, которые били там, ну, всегда били в европейских уровнях, там, на международных уровнях. И они сейчас возглавляют наш тренерский весь состав. То есть наши те спортсмены, я скажу даже, не пулящие, не пушьи. Они даже сами занимаются, сами в кимоно одевают, заходят туда и работать с детьми, как они уже прошли вот это все. В этапах подготовки, ну, вообще в тренировочном процессе вы сотрудничаете с, допустим, с другими странами, с другими тренерами? Обязательно, обязательно. Ну, вот с кем, вот, ну, какую-то группу стран, где вы больше всего имеете сотрудничество? Вот, у нас рядом находятся в Грузии. И все наши тренеры уже со своими грузийскими спортсменами, хорошо танковывают, друг с другом созваниваются. Тоже договариваемся. У них когда сбор, мы тоже летаем в Грузию. И со сборной команды Грузии мы начинаем тренироваться. У нас есть и в России тоже. Мы с России тоже часто бываем на сборах. В Казахстане с казахами сборникам тоже мы тренируемся. То есть очень часто мы и в Армавире бываем, Вашута Маркаляна. Тоже наш, соответственно, тоже, можно сказать, наш почутный профессор, Вашут Маркаляна тоже является дзюдо. Очень большой, большой вклад тоже вкладывает развитый дзюдо в нашей стране. Тоже. Ну, то есть мы с всеми, где есть возможность, а то дзюдо такой ведь спорт, что мы не сможем сидеть дома и тренироваться. Мы должны всегда, Вы хотите тренироваться с международными, там, всеми. Какие сейчас, ну, на Ваш взгляд, такие самые острые проблемы есть в амянском дзюдо или, допустим, в федерации дзюдо Армении? Какими трудностями Вы сейчас сталкиваетесь, которые надо как-то уладить? Ну, честно говоря, у нас есть такие вопросы, очень много. Ну, я со всей стороны, со своим министром спорта, мы всегда собираемся решать. У нас проблема идёт дзюдо в школах, в спортивной школе. Потому что я как понимаю, когда ребёнок 5 лет, 6 лет, 10 лет, уже хочет заниматься дзюдо, там надо правильно подставить первый фундамент, можно вот так сказать. Если ребёнка нет такого фундамента, правильно поставить, да, вот это все, что такое дзюдо, вот это все тренировки, когда спортсмен у нас зарастает, уже становится 15-16 лет, и он неправильно тренировался, он неправильно понял, что такое дзюдо. В дальнейшем, когда он, даже если попадает в команду в Армению, дальше европейских команд там меняется весь дзюдо. Моя проблема и моя задача в том, чтобы правильные тренера работали в школах. И в связи с этим у меня вот вопрос, который я хотел чуть позже. Вот Вы сказали, правильная работа тренера. То есть основная задача – это внедрение дзюдо на начальный уровень детский, да. Но, а кто в Армении занимается подготовкой специалистов? Есть в Армении институт специальный, который занимается? Есть институт, это, как считается у нас, институт физкультуры. Я могу сказать, там у нас даже ректор туда есть тоже. То есть Вы сотрудничаете с институтом физической культуры Армении, да? И у нас бывают очень часто семинары. Тоже к нам приезжают тоже тренера, которые мы организуем. Там все тренерские составы у нас собираются. То есть показывают, изучаем тоже. Но здесь главное то, что тренера хотели бы, чтобы они были тренером. Хотят? Да. Есть тренеры, которые на самом деле они не хотят, просто приходят в зал. А есть тренеры, которые на этом и живут душой. И поэтому мы с этими тренером больше общаемся, больше дружимся, больше сотрудничаем, чем те тренеры, у кого нет результатов, у кого нет чемпионов. И даже у кого есть спортивная школа, где там половина команды армии в одном зале. И постараемся сделать так, чтобы эти тренера тоже включаем в нашу команду, чтобы соревнования летали, там, в сборном участвовали, чтобы они еще больше могли быть со своими учениками. То есть у нас двери всегда открыты, чтобы любой желающий и спортсмен, и тренер мог бы всегда заходить в федерацию, всегда быть в сборной команде, участвовать, сказать свое мнение. Мы будем сидеть, обсуждать. То есть у нас двери всегда открыты. На обсуждении все, что касается дзюдо. Дзюдо, создатель, современный реформатор дзюдо Канадзигору, в Японии, который уже осовременил дзюдо, он говорил, что перед дзюдо и перед своей школой Кадакан он ставил три задачи. Это физическое воспитание, нравственное, интеллектуальное. На ваш взгляд, ну, физическое понятно, да, мы занимаемся дзюдо, мы делаем приемы и так далее. Мы видим, что мы как бы становимся крепче, тело наше становится более мускулистым и так далее. А вот на ваш взгляд, нравственность и интеллект, ум, вот насколько здесь дзюгора Кана был прав, что дзюдо может способствовать? Я скажу, сто процентов дзюгора Канадзигора был прав, потому что это всегда в жизни помогает любому спортсмену, любому заходить в своем жизни. Если вот так брать, мне дзюдо помогает в жизни, кроме дзюдо, да, если мы возьмемся в сегодняшний бизнес, как мы живем, или общаемся с нашими там знакомыми, да, дзюдо всегда нам дает путь. Бить, как нравственные, биться в лавке, бить честными, бить, даже если сильный, там, нас что воспитывает? Бить сильным, но бить добрее. Всегда показать, что вот, и всегда мне тоже в школе скажут, если ты дзюдо занимаешься, не надо драться, не надо показать свою силу. Чем будешь спокойнее, то есть сильнее всегда бывает спокойнее. Я когда иногда думаю, кто быстро ездит, тот ездить не умеет. То есть, если будем там силу показать, значит, у нас силы нету, что мы показываем силу. А когда люди показывают, а мы спокойнее будем добрее, бывает правильным, это привлекается, все приходят отсюда. Отсюда и нам снимают из улицы, что мы начинаем и курить, без наркоманов. Наоборот, у нас бывают сильные цели и сильный дух. В завершении нашей сегодняшней, ну, надеюсь, может быть, она первая беседа, но, надеюсь, может быть, она будет иметь продолжение в дальнейшем. Вот. Что бы вы могли сказать от себя тем молодым ребятам, людям, детям, может быть, взрослым, тем, кто еще не знаком с дзюдо, ну, какое-то дать напутствие, я имею в виду, допустим, и как жителям Армении, и вообще всего мира, да? Что бы вы могли им сказать, чтобы они, ну, как-то их смотивируют, чтобы они пришли в зал дзюдо? Ну, начнем с того, чтобы они пришли в зал дзюдо в Ереване. Я даже своих друзей и своих даже детей друзей всем говорю, ваши дети должны заниматься дзюдо. Я всем желаю, чтобы все дети заняли дзюдо. Я не люблю ни бокс, если честно, ни волной барбой, ни тяжелой. Наверное, главное дзюдо. И поэтому всех детей я вот... Что желаю? Что они всегда ходили в зал дзюдо, занимались дзюдо. И, на самом деле, пройдет лет через пять-три, я не знаю, десять, они сами поймут, что они будут правы, пусть дзюдо. Я все желаю, что все занимаются дзюдо. На самом деле, это мое. Да, я могу сказать, что тяжелая атлетика, все любят свое, но я как-то думаю, что это дзюдо и дзюдо будет. Спасибо большое, Вардан Сариканович, за нашу беседу. Я надеюсь, что она понравилась нашим видео зрителям. Надеюсь, что мы продолжим какие-то наши видео интервью в будущем. Еще раз хочу напомнить, что мы беседовали с известным армянским, российским дзюдоистом, мастером спорта международного класса, чемпионом России, чемпионом Армении под дзюдо, участником Олимпийских игр Восконяном Варданом Сарикановичем. До новых встреч! Спасибо вам!